Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Наше завтра». У нас сегодня в студии Сергей Вячеславович Савельев, профессор. Мы поговорим о такой теме, как мозг и чтение. Сергей Вячеславович, здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли утверждать, что навык чтения каким-то образом оказывает влияние на мозг? Да, любые знания оказывают влияние на мозг. Нет, я про другое, про то, что когда человек читает, что-то в этот момент в мозге происходит, может быть, кровоток увеличивается, может быть, ещё что-то. Точно увеличивается. Расскажите подробно, вот влияние чтения на мозг. Понятно. Что происходит в мозге, когда человек читает? Вот мы открываем книжку, например, вот такую. Да, мою как раз. Вот как раз мою. Дианис Коптарь, противостояние или противолежание. Не открываем и начинаем читать. Дело в том, что чтение, о котором мы говорим, оно на самом деле очень сложный процесс сам по себе. Дело в том, что мы, читая даже про себя молча, не вслух, а про себя, мы проговариваем слова. То есть это значит, сразу включается несколько систем в головном мозге. Первая система, естественно, глаза. Глаза осмотрят буквочки. Поэтому очень важно, какой шрифт, какой формы, какого цвета даже буквы, на какой подложке. Бумага толстая, тоненькая, просвечивает, не просвечивает. Это всё влияет абсолютно. Двигается, не двигается. То есть если вы держите книжку в руках, она чуть-чуть двигается, это чуть-чуть лучше. Если она лежит на столе, это чуть-чуть больше усилий надо. Почему? Потому что на самом деле мы плоховато видим недвижущиеся предметы, как лягушки. То есть просто у нас это компенсируется тем, что мы дышим, и уже колебания есть. Сердце бьётся, уже колебания есть. Но если сделать такой эксперимент и выдрать глаз так, чтобы он вставлялся на нервы, его намерто зафиксировать без вибраций, так, чтобы у него ещё и собственные сосуды не вредили, это же тоже микродвижение, то тогда выяснится, что мы не очень. У нас хорошо с движением, то есть без движения мы видим плоховато. То есть нам надо, чтобы чуть-чуть двигалось. Вот зрение. Зрение – это сразу что? Входит в мозг, по зрительному нерву перекрещивается. Мы видим левыми половинками в одном полушарии, правыми половинками в другом полушарии. То есть у нас ещё они разъединены по полушариям изображения, картинки. Как бы, если я смотрю внимательно на целую книжку, то одна страничка в одной стороне, другая в другой. Потом за счёт межполушаренных связей, это мозолистого тела, мы сводим это в единое. Таким образом, определяя, если у вас, например, книжный рельеф, буквочки рельефом выдают, вы даже видите их объём. Это необходимые условия для восприятия объёмного мира. Пришло в глаз. Из глаза в глазу, кстати, много специфических клеток. Светочувствительные клетки непосредственно, палочки и колбочки. Поэтому и цвет важен. Колбочки им всё равно, а палочкам не всё равно. Цветные буквочки тоже по-своему влияют. Оттуда там есть биполярные, ганглиозные, амакриновые, горизонтальные клетки. Это всё только сетчатка. От ганглиозных клеток идут нервные волокна в мозг. И приходят, перекрещиваясь на 90% у человека, приходят на противоположную сторону от разных половинок глаза. И филатеральное коленчатое тело. Такое специальное небольшое ядро, где эти перекрещенные волокна дают такой слоистый компонент. Оттуда только затылочную область, 17-е поле. Рядом лежит 18-е и 19-е, в которых лежат графические примитивы в том числе. Специальное поле для цвета, специальное поле для графических примитивов. Какой графический примитив? Ну, это вот там палочка, чёрточка, вот эти вот. У нас, у человека с возрастом, вырабатываются в виде графических примитивов буквочки. В том числе, если человек читает на нескольких языках, то там много разных графических примитивов. Ну, приведу наглядный пример, чтобы было понятно, насколько это важные поля. Вот почему мы любим фантастические фильмы. Там нам показывают то, чего нет. Ну, например, там «Звёздные войны» какие-то. Мозг не понимает, насколько это реально. Если он видит, значит, реально всё. И дальше, и чем больше режиссёр, сценарист, оператор придумает новых образов, которых у человека ещё в голове не было. Ну, там аватары, например, синенькие с хвостиком. Бегают какие-то странные планеты и прочее. Тем внимательнее мы будем смотреть. Потому что наш мозг думает, что вот то, что он видит, это очень важно. И биологически может пригодиться. Может, нам придётся жить в такой среде. И мы наматываем на ус. То есть наматываем на зрителей. На нейроны. На нейроны. Всю эту ерундистику. А на самом деле это способ привлечь и закрепить внимание. Но есть важные вещи. Вот, например, такие, как чтение. И там мы запоминаем графические примитивы. Чем больше мы их имеем в голове, тех легче нам читается текст по-разному написанный. То есть разными буквочками набранный и, значит, напечатанный, соответственно. Как-то мне попалась в руки книжка. Я подарил настоящему филологу будущему, в которой было собрано с 12 века русские источники. Русское письмо и, значит, тексты с 12 века. А книжка была «Свежачок» 1828 года. Ну и по 1828 год. Там много говорится о том, что это совсем древние тексты. Вот современные-то они совсем другие. Но современные 1828 мы читать тоже так ещё для нас с вами. То есть это хрестоматия по русским текстам. И вот там буквочки самые разные. И вот познакомившись с ними, сразу начинаешь понимать, насколько расширяется твоё представление о буквонаписании, о тексте. То есть пока мы ещё о смысле не говорим ничего. Мы говорим только о восприятии зрительных образов, которые первично приходят в 17-е поле, а потом распределяются в 18-е и 19-е, где происходит анализ. Это 17-е поле – первичная зрительная кора, 18-е, 19-е – вторичная, вспомогательная. Дальше оттуда идут огромные пучки волокон, которые идут, куда бы думали, в лобную область. Как раз ту самую, которая руководит нашим написанием этих самых буквочек. Но там эти буквочки начинают складываться в те слова, которые мы понимаем. И вот здесь происходят всякие интересности. Дело в том, что люди очень по-разному читают. У одних вот эти самые лобные области, куда приходят первичные проводники из затылка, то есть из 17-го, 17-го и 19-го, они, скажем так, достаточно развиты. Именно в этих полях человеческих, лобных, существует та самая гигантская индивидуальная разница. Ну, там наши поля, 10-е поле, оно больше, чем у обезьян, в десятки раз. Обезьяна не понимает такого, понимаете. То есть у неё субстрата нет, которым понимать. А у нас есть 49-е, там много всего. Короче говоря, в лобной области это точно чисто человеческие поля, которые позволяют нам воспринимать смысл. Но. Здесь сразу же ставится большое «но». Есть люди, которые, например, сутками читают про героев, порядочных священников, добрых и отзывчивых мамках и прочим, и прочим. В общем, одна романтика, поэтика и геройство, которые все идут служить людям. После этого берут, как бы так помягче, кистень и идут на улицу грабить соседей. Вот, к сожалению, биологические вещи и социальные, написанные в книгах, у людей частенько могут не совпадать. То есть из-за особенности конструкции лимбической системы он не видит ничего неплохого, а греть там дубиной соседа и отнять у него еду. Независимо от того, что он читает. У таких людей происходит такое чёткое разделение. Мировоззренческие вот эти все вещи, они спокойно читают, и даже могут об этом порассуждать. Но чтобы не отнять золотой костыль у проходящей мимо старушки, этого он выдержать не может. То есть я к чему веду, что чтение, да, помогает, когда оно ложится на соответствующий субстрат, когда человек может воспринимать. Ну, нельзя там идти, начитавшись каких-нибудь приключенческих романов про добрых и сильных людей, идти и грабить бедных и нищих. Но это же невозможно. А это происходит кругом и рядом. То есть люди очень чётко разделяют в чтении, что является биологическим содержанием их жизни, а что не является. Поэтому лучше всего, как вы знаете, идут инструкции по зарабатыванию денег. Как однажды долго смеялся, в 90-е годы, самая популярная книжка в книжных магазинах была «Как стать миллионером». Это каким же надо быть дураком, чтобы пойти в книжный магазин, там купить выпущенную миллионным тиражом книжку «Как стать миллионером» и потом, значит, это пытаться применить на практике. Это сказочный идиотизм мог, конечно, пройти только в постсоветской России. И потом была ещё замечательная книга, у нас тоже была, издавалась миллионными тиражами, там, Карнеги о том, как общаться с людьми. То есть уровень этой книжки примерно соответствует знаниям воспитательницы младшей группы детского сада. То есть там... Я специально завёл эту книжку и полистал её. То есть сказать, что для кого это предназначено, книжка невозможна. То есть если человек не может общаться с другим человеком на уровне детсадовского, ну, там, средней группы, и это надо объяснять, то уже помочь ничем нельзя. То есть, понимаете, читатели этой книжки и таким же чудесным в общении, как пятилетний ребёнок. То есть опять-таки, опять же, к чему обращаемся? Книги, они стратифицируют общество. Вы посмотрите, вот до того, как появилась вот эта вот наладонная вся эта штука, которую называют лабудой. Вот эта вот лабуда, в которую пальцем тыкать, значит, народ читал. Вот всего 10-15 лет назад активно читали книжки в метро. Я с удовольствием считал. Вот на вагон до 20-25 человек читало книжки в мягких обложках. Что там читалось? Я с удовольствием смотрел на обложки. Там читались такие детективы женские, которые читать вообще невозможно. Придумки такие, знаете, я просто не хочу рекламировать это безобразие, но у нас целая плеяда таких замечательных. Или там страдательные романы сопливые такие, значит, суть которых заключается в том, что авторша страдает, видимо, от неудовлетворённой любви очень сильно и, значит, пытается поделиться ей с другими, с такими же неудовлетворёнными дамочками. Это, значит, одна версия. Вторая – такие дамские детективы, такие семья во мармеладные, с очень примитивным текстом. Люди прочитывают и даже не вспоминают, в чём такая жвачка, имитирующая жизнь. Но это было при книге такого момента, они просуществовали почти 300 лет, переходный период, ну, весь русский Серебряный век, если говорить. А на чём выросли эти все замечательные авторы-извращенцы? Они выросли на бульварных французских и английских романах. А потом решили туда кое-чего добавить. Вот так и появилась и великая русская литература, по сути дела, потому что они волновали несколько более сложной ситуацией. Но без предыдущего это не воспринимается. То есть, иначе говоря, книжное восприятие, оно разделяет людей очень сильно. Есть научно-технические книжки, которые для подготовки – это отдельный слой. Существуют бульварные простые романы, существует историческая литература, которую я прямо перед собой держу. То есть, всё зависит от степени осознания того, что человек читает. Для многих, например, историческая книжка недоступна, потому что она предполагает некий набор знаний. Понимаете? То есть, книги стратифицируют людей. То есть, люди, приходя в книжный магазин, сразу видно, кто что из себя представляет. Потому что видно, по каким полкам они там смотрят и лазят. Но это, знаете, когда впервые началась электроника, в стране стали собирать компьютеры, это ещё начало 90-х годов, был Тушинский рынок радио, где на газетках там раскладывали винчестеры, там запчасти. И вот туда идёшь, и там всё сразу ясно. Там на рынке с газетками, на которых разложены комплектующие, стоят инженеры, квалифицированные, из заводов, которые электронщики понимают. А по дороге стоит такая братва смугловатая, с пассатижами и кусачками, которые говорят «Покупаю радиодетали, золото выдёргиваю». Ну, ребята, вот всё понятно. Здесь вот в компьютерном мире такая же стратификация. Эти одни золото выдёргивают из детали, а другие из них компьютер собирают. В книжном мире ровно такая, может, менее яркая система. То же самое. То есть на Западе просто это обострено до предела. Там же огромное количество комиксов. Так есть даже замечательная кинокомпания. Это специально... У нас бы такую кинокомпанию назвали бы там «Кино для детей с особенностями развития». Но это Марвел. Вот они их там на основе комиксов делают. Комиксы – это что? Это тоже литература. Это книжки с картинками, по сути дела. То есть вот это тоже уровень есть. Обращаю ваше внимание, кино вот это всё там, типа комиксов, оно с миллиардными доходами. Это говорит о уровне развития мозга. Не надо. Мы же зрительные существа. Наш основной у нас ведущий орган сенсорный – это зрение. Поэтому, значит, самый идеальный вариант – картинка и коротенькая подпись. Потому что текст – это уже сложно. Понимаете? То есть это уже та область мозга, которая требует образования, воспитания и всего остального. А здесь, значит, книжка, картинка, значит, коротенькая подпись. Это уровень, который и Марвел, этот, кинокомпания, охватывает все миллиардные доходы. Почему? Всем понятно. Сергей Вячеславович, скажите, если поставить вопрос прямо. Вот если человек с детства книг никогда не читал, и вот если мы берём эпоху неграмотную, когда большинство населения были неграмотными, ну, в истории человечества. Ну, это всем недавно было. Конечно. И сравним с эпохой, когда, в общем, абсолютное большинство грамотные. Можно ли сказать, что как-то конструктивно мозг отличается человека, который прошёл тренировку чтением, тренировку мозга? Немножко не так. Ну, я понял вопрос. Ну, наверное, я понял. Я вопрос понял, но немножко не так. Дело в том, что вот благодаря чтению натренировать свой мозг, там вот, значит, если нет особенностей конструкционных для восприятия, этого невозможно. Я знал очень неплохих специалистов даже в медицине, которые очень хорошо выполняли свою ремесленную работу. Ну, вот просто отлично. Претензий у меня не было никогда. Но при этом написать 8 строчек для них была недостижимая вещь. Не в состоянии. Как они получили образование? Они, что говорится, я не начитанный, я наслушанный. Ходили на все лекции, слушали аккуратно. Писать-то рефераты надо? Дипломную работу писать надо? Ну, а зачем жены? Ну, слушайте, это все известно. То есть это на самом деле все преодолевается. Но я знал очень многих людей, которые вообще не в состоянии были практически ничего написать. Но они зато, но они вот такие наслушанные. Ну, Меньшиков самый знаменитый персонаж в этой системе. Человек неграмотный вообще. Вопрос, ты чем заниматься собираешься? Если человек собирается заниматься каким-то ремесленным, там, подшивать ботинки, ну, и зачем? Там не надо учить, только портить. Там многие мысли начнут возникать. А если человек собирается использовать свой интеллект, для чего? То, конечно, учить надо. И здесь мы сталкиваемся с очень интересной вещью. Дело в том, что уравнивая всех людей по образованию, мы учим, например, всех читать и писать. Отлично. Но все пишут и читают очень по-разному. Это понятно. То есть кто-то хорошо, кто-то плохо, кто-то выучился в школе, а потом забыл, как заглавные буквы писать. И не нужно ему это. А кто-то там совершенствуется в этом деле. Это зависит от индивидуальной конструкции мозга. И, конечно, когда была эпоха безграмотности всеобщей, что получалось? Люди как бы были ровнее. Почему? Потому что не было критериев стратификации. То есть не было критериев определить у человека, что у него какие-то области мозга гораздо лучше или хуже. Чем меньше критериев сравнения людей между собой, тем гуманистичнее общество. Понятно, да? Что когда и крестьянин, и барон были одинаково безграмотны в той же Европе, и в лучшем случае один монах на монастырь умел что-то прочесть, это было прекрасно. То есть вот это и есть великое равенство. То есть равенство может быть на верхнем уровне, а может быть на нижнем. Поэтому чтение, когда появилось чтение, тут же появилось за обидные названия, грамотеи, умники и прочее. Почему? Потому что это люди, имеющие такие особенности мозга, что могли освоить в том числе и грамотность, и письменность. Я даже писал в своей книжке «Церебральный сортинг» о том, что когда коснулось дела подобрать в России, я уже миллион раз это говорил, навигарские школы, математические школы, из бояр никого не смогли набрать. Почему? Мозг не был способен для того, чтобы выучить элементарную арифметику. То же самое с чтением. Вы что думаете, по-другому что ли? Сколько? Читать все умеют. Ничего подобного. Ну как же. И многих научают читать, но они этого не хотят активно делать и никогда не делают. Это факт. Почему? Потому что они умеют читать? Да, умеют. Это требует у них колоссального напряжения, сил. И они предпочитают не читать. Откуда? А каков-то процент тогда? Около 10-12% людей, которые категорически не хотят читать. И не читают вообще. И не читают. В каждом обществе. Это не зависит от государственного строя. Это зависит только от физиологии. Правильно? Да, только от наследственной физиологии, индивидуальной мозга. Именно поэтому вот эти штучки, лабудана, ладонные компьютеры пользуются такой популярностью. Там всё говорят и показывают. То есть, почему книги? Говорят, книга, значит, она умирает. Нет, она не умрёт, но она будет таким же средством стратификации общества, как раньше золочёные пуговицы. Понимаете? То есть, человек ей читает книжку, ну, во-первых, он её умудрился купить. Книжка сейчас стоит как 3 килограмма колбасы. Плохой, но все удобный. А в этой штучке в обмен на рекламу и там, значит, вешене лапши на уши тебе предоставляют много чего бесплатно. Даже анекдоты, обратите внимание, раньше анекдоты писали и рассылались. А теперь анекдоты смотрят только те, которые иллюстрированы артистами. Сыгранные анекдоты. То есть, у нас что получается? Вот система, в которой ты должен пользоваться человеческими приобретениями, а чтение книг – это знание, потому что ты не поймёшь книжку, если она сложная, если у тебя нет знаний. А теперь это заменяется. Вместо книжки прекрасно идёт мурзилка. Вот такая, значит, котик с подписью. И всё, поехали. Не надо. То есть, что в результате мозга? Мы возвращаемся к тем же мозгам. Мозг начинает пользоваться природными средствами коммуникации. Вот это – это не природное. Это мы придумали. Это мы создали. Книга печать, Танья Гутенберг, туда-сюда. Потом научились слова складывать. Потом писатель скрипел мозгами, когда складывал их в строчки. Потом читатель должен скрипеть мозгами, чтобы эти строчки расшифровывать и представлять собственный мир. А здесь ты получаешь сразу мурзилку, короткую подпись. Правильно? Правильно. А ещё движущуюся мурзилку. Ну и чем это отличается от продукции фирмы Марвел? Комиксные. То есть, в результате что получается? Чем больше, чем примитивней замена книги, тем больше у тебя будет потенциальных покупателей. Вот и механизм. То есть, именно поэтому у нас и образование падает, и наука падает со страшной скоростью. Почему? Потому что всем кажется, что опустив интеллект человека ниже плинтуса, мы получим стопроцентный охват покупателей. понимаете, зачем нам умные? Нам нужны дураки с деньгами. Это же всем известно. Поэтому писание книг, оно будет продолжаться, потому что из-за индивидуальной изменчивости людей человеческого мозга 10% всё равно будет думающих людей. Хочется, это не хочется. А остальные, значит, будут удовлетворяться вот этими комиксами с подписями. Но это, к сожалению, в этот процесс сейчас будет вмешиваться новая система, потому что у нас мир впервые вот в рамках той эволюции, о которой мы с вами много говорили. Кроме книжного знания появляется новая форма и распространение, и структурализация эволюционных процессов. Я имею в виду то, что у нас же, как существовала до недавнего прошлого, банковская система и политическая система. Ну, банкиры так или иначе покупали этих политиков или организовывали это всё. А сейчас процесс запущен, точнее, упущен, и возникла интернет-система, то есть, цифровики, которые контролируют денег больше, чем банкиры, и они являются уже третьей силой, и система, по сути дела, принимает совершенно другие формы. В этом плане чтение приобретает совершенно другой аспект. Уже надо читать не только книги, но и коммуникационные некие блоки информационные. То есть, цифровики создают собственную литературу. А это надо понимать. Это глобальный процесс. То есть, политики со страшной скоростью утрачивают контроль по созданию произведений. Банкиры уже утратили, поскольку деньги теперь не только у них. Цифровики могут получать деньги мимо банков. Это решило проблему. То есть, это третья сила. И, соответственно, совершенно другое будет отношение к людям, которые что-то решают. К людям, которые решают, обращаются к книжкам. Ну, потому что они в состоянии что-то решить, что-то продумать. А цифровики сейчас будут выходить на первые роли. То есть, они будут, на самом деле, контролировать всю систему. И поскольку они почти съели банковскую систему, осталось очень немного дожать. А, кстати, Байден, он же представитель банкиров. Поэтому у него и началось несварение желудка. И он стал более покладистым и нежным, потому что надо что-то делать, с третьей силой, которая сейчас будет контролировать в том числе и содержательную часть литературы. Это очень важный момент, потому что многие его ещё не осознают. Не в том смысле, что цифровики заставят сейчас всех учить цифровой код своих программ. Да нет, конечно, это ерунда. Но они сейчас будут выступать ещё одной социальной силой, которая, собственно говоря, впервые за историю человечества структурализировала новой церебральной сорти. Вот кого он будет в пользу цифровиков. Ну что же, на этом мы эфир завершаем. Спасибо большое. Это было мнение, оценочное осуждение профессора Сергея Вячеславовича Савельева. Я ведущий Денис Коптарь.